Сегодня мы с вами поговорим про шеечный фактор бесплодия. Бесплодие может быть обусловлено поражением различных звеньев работы репродуктивной системы и около 5% случаев приходится на шеечный фактор. Такая форма бесплодия считается прогностически благоприятной, так как в большинстве случаев хорошо поддаются коррекции. Шеечным фактором бесплодия называют такие структурные и функциональные изменения шейки матки, при которых существенно затрудняется проникновение сперматозоидов и фактически при этом создается блок на уровне цервикального канала, нивелирующий возможность встречи мужских половых клеток и яйцеклетки. Цервикальный канал у абсолютно здоровой женщины не всегда пропускает в полость матки сперматозоиды. Он становится проходимым незадолго до момента овуляции и сохраняет это качество в течение периообуляторного периода. В норме это обусловлено изменениями структуры, вязкости и кислотности цервикальной слизи, что регулируется циклическими колебаниями гормонального статуса. В патологических ситуациях с выработкой антиспермальных антител, то есть антител против сперматозоидов, снижающих их подвижность. Поэтому проницаемость канала для сперматозоидов вскоре после завершения очередной менструации и перед ее наступлением не является патологией. А вот если отмечается в овуляторный период цикла, то развиваются проблемы с зачатием. Таким образом, при подозрении на шеечный фактор бесплодия следует пройти обследование на выявление иммунологического конфликта между мужем и женой. Такое обследование может включать следующие методы. Это исследование цервикальной слизи, то есть цервикальное число, обнаружение в ней антиспермальных антител, что проба Шварского и проба Курцрока-Миллера. Остановимся подробнее на каждом из этих методов. При исследовании цервикальной слизи оценивают ее количество, PH, состав клеток, консистенцию, способность к кристаллизации, а также растяжимость. Дополнительно для определения количества цервикальной слизи и периода менструального цикла оценивается симптом зрачка. Симптом оценивается при осмотре врача. В переавуляторный период, когда цервикальной слизи много, она имеет прозрачный водянистый характер и симптом зрачка оценивается как положительный. Таким образом, цервикальная слизь доступна для проникновения сперматозоидов в течение ограниченного периода времени. Длительность этого промежутка времени у каждой женщины индивидуальна и может отличаться в разных циклах. Поэтому важный момент – это правильный выбор времени проведения теста. Пробы Шуварского или посткоитальный тест – это исследование взаимодействия сперматозоидов и цервикальной слизи, то есть оценка количества и подвижности сперматозоидов в цервикальной слизи через некоторое время после полового акта. Однократный отрицательный результат этого теста не указывает достоверно на наличие шеечного фактора бесплодия, так как может быть связан с неправильным проведением теста. Дело в том, что очень часто причиной отрицательного посткоитального теста, то есть плохого результата, становится слишком раннее или слишком позднее проведения исследования. Его нужно проводить четко в середине менструального цикла, то есть в момент овуляции. К тому же причиной отрицательного результата могут быть местные воспалительные процессы. В случае отрицательного результата рекомендуется повторное проведение этого теста в следующем цикле, а также проведение пробы Курцрока-Миллера, которая проводится следующим образом. На предметное стекло помещают каплю спермы и каплю цервикальной слизи. Капли покрывают покровным стеклом. Под микроскопом оценивают проникновение сперматозоидов на границе спермы и цервикальной слизи. При положительной пробе сперматозоиды проникают через границу слизи, а при отрицательной этого явления не наблюдается. При отрицательном результате пробы дополнительно могут быть проведены перекрестные пробы с донорской спермой и донорской цервикальной слизью. Отрицательные тесты взаимодействия сперматозоидов и цервикальной слизи могут указывать на участие шеечного фактора в проблеме бесплодия. Для исключения иммунных нарушений как причины отрицательного посткоэтального теста проводится дополнительное обследование, включающее определение уровня антиспермальных антител в цервикальной слизи. При подтверждении роли шеечного фактора в генезе бесплодия методом выбора становится, как правило, внутриматочная инсеминация. Эффективность этой процедуры достаточно высока при грамотной подготовке к ней. Основным условием эффективной искусственной инсеминации является проходимость маточных труб, а также нормальные показатели спермы. При этом важно отсутствие воспалительных заболеваний в острой стадии. Часто для повышения эффективности внутриматочной инсеминации требуется стимуляция овуляции, которую проводит гинеколог-эндокринолог. Однако этот вопрос решается индивидуально для каждой конкретной пациентки. Итак, если у вас возникли вопросы относительно бесплодия, вызванного шеечным фактором, вы можете обратиться за консультацией к гинекологам нашего центра, и мы вам обязательно поможем. Ну а также подписывайтесь на наш канал и, конечно, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok